МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Гипноз – область, которая всегда казалась таинственной и малоизученной. Врачи-гипнологи утверждают, каждый второй из нас легко внушаем. Значит ли это, что опытный специалист может заставить человека сделать буквально всё? Что такое гипноз? Кого он лечит? А кого калечит? Гипноз одновременно сочетает в себе признаки бодрствования и сна со сновидениями. Это классическое медицинское определение. Но специалисты говорят, такая формулировка узка и однобока. Гипноз и его разновидности присутствуют в нашей жизни почти всегда. Просто мы этого не замечаем. И в течение дня впадаем в гипноидное состояние. Вот кто-то там что-то рассказывает, вот лекцию читают, да, и вот так студенты сидят, если присмотреться, он, может быть, и пишет, а кто-то не пишет, просто слушает. Ну, видно, что он такой взгляд остановившийся, да, такой. Он думает о чём-то своём, и куда-то вот так вот отлетел слегка. Рекламируя свои услуги, гипнотизёры говорят, мы способны управляться сотнями людей. На самом деле с коллективом работать проще, чем с каждым в отдельности. Во-первых, люди проецируют изменённое состояние сознания друг на друга. Во-вторых, в толпе легче отыскать тех, кто поддаётся внушению. Так, гипнолог, например, там, на сцене, да, как он выбирает людей на демонстрацию, он внимательно смотрит, так, 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 кто же сейчас пойдёт, кто сейчас пойдёт, ага, ага, и делает такой небольшой кивок головы. Если в этот момент он видит, что ему точно так же кивнули головой, точно так же улыбнулись, когда он это сделал, да, принцип подстройки видения, да, то он вытаскивает этот человек. И на потеху всего зала, они начинают либо там рвать траву, сбрасывать мух, или ещё что-то такое делать. То есть задача эстрадного выступления – это рассмешить людей и показать, насколько гипнотизёр может управлять этими людьми. Но далеко не всякий гипнотизёр – шоумен. Гораздо чаще это врач, психолог или экспериментатор. Нам показывали опыты эксперимента, когда человек берёт стакан с водой туда, погружается кипятильник, вода начинает кипеть, а человек не чувствует и может сжечь себе руку. То есть гипноз – это управление психикой. С целью введения в то состояние, когда человек становится подчинённым гипнотизёру. Психотерапевт Анатолий Кашпировский. В конце 80-х он стал знаменитым лишь после одного сеанса. Это был гипноз по телевизору. Кашпировский прямо в эфире сумел ввести двух женщин в такое состояние, что им сделали операцию без классического наркоза. Сеанс Кашпировского поразил тысячи зрителей и заставил многих поверить в безграничные возможности гипноза. Между тем, психотерапевт лишь повторил с помощью современных средств опыты предшественников. Операции, которые были проведены, которые ещё проводились очень активно в 19 веке, сотни операций, были проведены во Франции, в Германии, в Англии, в Индии. Пока не был изобретён хлороформ. Это сайт клиники Сент-Люк в Брюсселе. Её врачи тоже применяют гипнотическое внушение перед хирургическими операциями для анестезии пациентов. Мы хотим избежать негативных последствий наркоза, поэтому часть манипуляций проводим под гипнозом. Разумеется, исключительно по желанию пациента. Официальное заявление на сайте клиники. В большинстве случаев достаточно короткого сеанса гипноза в операционной. Иногда внушение дополняется и местным наркозом. Главное, что удаётся избежать – общей анестезии, чреватой немалым количеством осложнений. Впрочем, и гипноз – далеко не безобидная штука. Гипноз нельзя демонстрировать публично, потому что это насильно психо-человека. А тем более, когда неэтично это делают. Чёрт не знает, что заставляют. Может, лук дать, говорит, что яблоко, он кушает, он слёзы. Это на потеху толпы делается. Огромное количество людей, которых тот же Кашпировский вводил в гипнотическое состояние во время телесеанса, не могли из него выйти. Кому-то она, или в ком-то она срабатывала. И людям становилось легче. Но такой массовый гипноз имеет огромные отрицательные значения, последствия. Почему? Потому что ввести человека, ну, допустим, гипнотизёр может, а вывести всех до разного уровня нормы. А у каждого свой уровень нормы. Он берёт как бы всех и вводит, а потом должен вывести не до своих представлений о норме, а до нормы того человека, которого он вводил в гипноз. Он занимался тем, что он проводил массовые сеансы гипнотерапии на стадионы, чем, в общем-то, нарушал отчасти врачебную этику, потому что, ну, всё-таки нужно понимать, что он не мог нести результаты за все тысячи, там, людей, которые находились там. И в этом-то большая причина того, что многие гипнотерапевты к нему относятся осторожно. Гипноз имеет свойство как бы записываться в нашем сознании и подсознании. Главный психиатр Новосибирской области Галина Прокофьева официально заявила, что после гастролей Кашпировского в регионе был отмечен резкий всплеск обострений. Многие пациенты рассказывали, что постоянно слышат голос Анатолия Михайловича, что он заставляет их делать что-то странное. Одна женщина даже выбросилась с девятого этажа. В 1995 году Анатолия Кашпировского попросили провести переговоры с лидером террористов Шамилем Басаевым. Тот удерживал заложников в больнице города Буденновска. О том, как знаменитый психотерапевт повлиял на ход спасательной операции, достоверных данных нет. Одни утверждают, что увидев раненых заложников, целитель сам упал в обморок. Другие, что после его встречи с Басаевым, в Буденновске не прозвучало больше ни одного выстрела. Известно только, что вскоре после этих событий Анатолий Михайлович добровольно вышел из партии ЛДПР и надолго покинул Россию. Учитель знаменитого Фрейда, исследователь пограничных состояний человека, французский врач-психиатр Жан-Мартен Шарко, предполагал, что при истерии человек находится в состоянии, подобном гипнозу. Но даже тогда человек не перейдет через известные рамки, свои морально-нравственные барьеры. После долгих наблюдений за пациентами Шарко решил провести эксперимент. Он попросил набрать молодых девушек, их вывели на сцену и попросили в присутствии большого количества людей раздеться. И каково же было его удивление, когда они все разделись, это был крах его научной карьеры, но оказалось, что ассистенты посмеялись над ним, они взяли и привели стриптизерш, для которых это была естественная работа. Эта шутка стала косвенным подтверждением идеи о том, что практически все массовые сеансы гипноза проходят с участием подсадных уток, которые и раскачивают зал. А рассказы о том, что люди под гипнозом внезапно начинают разговаривать на незнакомых языках или проявлять сверхспособности, хороши для голливудских фильмов. То есть вот идеи, которые описываются в детективных книгах, что можно человека загипнотизировать, потом позвонить ему по телефону, сказать слово, и он пойдет стрелять из винтовки, это неправда. То есть если у человека такая работа, то он пойдет. Если же такой работы нет, то он не пойдет, поэтому многие вещи люди не будут делать. Гипноз работает при двух необходимых и достаточных условиях. Пациент доверяет гипнотизеру, а тот, в свою очередь, безупречно владеет техникой. При помощи гипноза в нашей стране сейчас активно лечат алкоголизм, курение, ожирение, неврозы, фобии и заикания. За рубежом многие известные люди верят, что с помощью врача-гипнолога можно полностью изменить свою жизнь. Звезды шоу-бизнеса Кармен Электро, Войнона Райдер и Бритни Спирс регулярно вносят поход к специалисту по гипнозу в список самых важных дел месяца. Актриса Дрю Берримор боролась с наркозависимостью при помощи гипноза, а певица Ферджи обращалась к специалистам этого профиля, чтобы избавиться от алкоголизма. В Австрии есть даже курсы гипноза для служащих банков и ювелирных магазинов. Прошедшие их могут загипнотизировать грабителя в случае нападения. Гипноз – это правильно подобранный ключ к скрытым резервам нашего организма. Его, разумеется, можно и нужно использовать именно в этих целях. Один из моих одарённых таких вот самнамбул поставил мат гроссмейстеру мирового уровня, гроссмейстеру из Голландии. Часто гипноз используют для лечения психологических проблем. Как-то к доктору Михаилу Пелехатому пришла очень успешная женщина средних лет. Всё в её жизни складывалось прекрасно. Образование, карьера, деньги. А вот мужчины умницу-красавицу с юности стороной обходили. И мы с ней как раз осуществили вот это погружение в детство. И она вспомнила, когда в возрасте пяти лет они шли вместе со своей тётей, у которой она жила на даче. И как-то между делом, причём взрослые же бросают эти слова между делом, не понимая, что будет потом, тётя сказала, все мужчины – грезные свиньи. То, что целители и маги назвали бы венцом безбрачия, оказалось сильным детским переживанием, которое удалось установить и вылечить посредством гипноза. В отличие от целителей, профессиональные гипнологи не обещают рассосать опухоль или вылечить спид. Они лишь помогают мобилизовать организм на борьбу с недугами, которые, как известно, практически все от нервов. Я отучал от курения, от алкоголя и возвращал зрение людям, когда истерическая слепота. И это производило такое впечатление на людей, что истерическая слепота. Это люди с истероидного характера, у них истерическая слепота. И мне удавалось за минуту возвратить стопроцентное зрение. И это такая молва пошла, что ко мне начался лом на предмет возвратить зрение. Но, понимаете, истерическая слепота – одно. Хрусталик, катаракт – другое. Например, плацебо – это тоже гипноз. С помощью плацебо, когда мы даём человеку пустышку, уверены в том, что эта пустышка помогает, человек излечивается, причём он же излечивается. И контрольные замеры это показывают в более чем 60% случаев по сравнению с реальными лекарствами. Однако гипноз – не панацея. Лечим одно – страдает другое. Сами гипнологи сравнивают наше подсознание с законсервированной банкой с огурцами. Если её открыть, обратно уже не закатаешь. Обмен бактериями с окружающей средой может привести к полной порче продукта. Приходит человек и говорит, «Меня нужно закодировать от алкоголизма». Человек закодировался от алкоголизма, да, и вот всё, на этом ситуация закончилась. А то, что у него потом появились неврозы, там разрушилась семья или что-то ещё. Неправильно думать, что гипнозу поддаются только слабовольные люди. Всё дело в личности самого гипнотизёра. Вероятно, техникой гипноза владели известные исторические герои-любовники Дон Жуан и Казанова. В интернете можно найти инструкции на тему, как загипнотизировать девушку за полчаса. Я знаю, что современные пикаперы, те, которые занимаются соблазнением, уже использовали гипноз для достижения результата. Более того, если не ошибаюсь, там появилась техника так называемого трансового оргазма, которая разработана современными молодыми людьми. У любого гипнотерапевта, гипнотизёра, власти ровно столько, сколько ему отдаёт человек. Не больше, но и не меньше. Иначе бы весь мир разделился на гипнотизёров и их послушных рабов. Имейте в виду, что у нас есть как правое полушарие, которое отвечает за бессознательное, с которым и работают гипнотизёры. Ну и есть стражи, наше так называемое левое полушарие. И самый элементарный способ противодействия гипнозу заключается в том, чтобы внутри себя произнести такую фразу, а на меня это не действует. А теперь, уважаемые телезрители, посмотрите вот сюда. Вы спокойны, расслаблены. В ногах чувствуется приятная усталость. Вы в агентстве специальных расследований. Вашей жизни ничего не угрожает. Главное, не переключайтесь.